Здравствуйте! В эфире новости в студии Сергей Суханов. Началь выпуска – коротко о главных темах. 15 лет в профессии, я, конечно же, о ней мечтала. Женщины небесной красоты. Съемочная группа телекомпании ОТВ поздравила с праздником прекрасную половину гражданской авиации. Мы рекомендуем обратиться к своему лечащему доктору, объяснить, что метформина пока нет. Совсем не сладкие проблемы. На островах закончилось одно из льготных диабетических лекарств. Страшно, поэтому я приехал. Популярность растет. Иностранные блогеры снимут о Сахалине тревел-шоу. Блондинки рулят. Размер имеет значение. На Сахалине поздравили водителей самых больших самосвалов. Надо попадать больше, конечно, работать с оружием серьезней. Бегают быстро, стреляют метко. На Сахалине проходят всероссийские соревнования по биатлону за кубок Анны Багалий. Сахалинским рыбакам объясняют правила безопасности на льду. В профилактические рейды вышли спасатели и сотрудники ГИБДД. Инспекторы останавливали машины в районе села Охотского и информировали каждого любителя рыбалки. Проводили личную беседу и вручали памятку. Сегодня ледовая обстановка на Сахалине крайне опасна. Из-за отжимного ветра припай отрывает и уносит от берега. В зависимости от погоды спасатели выходят на лед на Хивусе. Однако при сильных порывах даже судно на воздушной подушке не сможет добраться до заблудившихся рыбаков. Рыбаков-любителей, нарушителей в этом году очень много. За все время было спасено и вывезено со льда более 200 человек. Напомню, буквально на днях 12 человек унесло в открытое море. К счастью, их удалось спасти. В этом году пока обошлось без летальных исходов. В островных аптеках закончилось самое распространенное лекарство от сахарного диабета второго типа. Люди с этим заболеванием не могут получить препарат метморфин льготно по рецепту уже больше двух недель. Купить его тоже возможности нет. Областное министерство здравоохранения давно заказало медикаменты у московского импортера. Заключили с ними контракт 11 января. Однако поставка задерживается в пути. Мы рекомендуем обратиться к своему лечащему доктору, объяснить, что метформина пока нет. В аптеке, потому что препараты для снижения инсулина нельзя пропускать. Все-таки это серьезный только момент. И чтобы пациенту был назначен другой препарат, мы им его обеспечили. Своевременно были размещены аукционы и закупочные мероприятия на поставку всех сахароснижающих препаратов для обеспечения льготной категории граждан Сахалинской области. В том числе и препарат лекарственный сахароснижающий метформин. Большую поставку метморфина ожидают в течение недели. Всего заказали 62 тысячи упаковок лекарства. Такое количество закроет годовую потребность сахалинцев и курильчан. Добавлю другие льготные препараты для диабетиков, например, Галвус, в государственных аптеках есть. Праздник на высоте 10 тысяч метров. Международный женский день на рабочих местах встретят сотрудницы аэропортов и авиакомпаний. Прекрасная половина в этой сфере деятельности не только улыбчивые бортпроводницы. Это еще и обслуживание инфраструктуры и даже авиационная безопасность. От лица телекомпании женщин в авиации поздравлял Евгений Коньков. Евгения Вуликова готовит самолет к сдаче своим коллегам. Через пару часов зеленый лайнер снова взмоет в воздух и возьмет курс на Новосибирск. Евгения рассказывает, что несмотря на тяжелую работу, еще ни разу не пожалела о своем выборе. В праздничный день, 8 марта, девушка проведет на высоте 10 тысяч метров. Я практически 15 лет в профессии. Я, конечно же, о ней мечтала. У меня почти вся семья летала. И я тоже очень хотела. И я до сих пор люблю свою работу. Наша работа в том числе обуславливает очень прекрасные моменты ухаживания, внимания. И это происходит практически на каждом рейсе. Это очень приятно. Но роль женщины в гражданской авиации профессией бортпроводника не заканчивается. Галина Румо руководит службой, которая занимается подготовкой аэродрома к приему и отправке воздушных судов. Это расчистка взлетной полосы, устранение льда на пути самолетного шасси. Всего там трудится 27 человек. И Галина – единственная женщина в суровом мужском коллективе. Всегда может рассчитывать на подставленное плечо коллеги. Это компьютеры, все современное. И где-то тяжело разобраться. Техник, который работает, мы должны знать основные параметры, пари очистки, с какой скоростью и так далее. Поэтому это хорошо. Это приятно. Многие завидуют. Среди отделов Южно-Сахалинского аэропорта – служба авиационной безопасности. Работа очень ответственная и берут туда далеко не каждого. От внимательности сотрудников службы зависит очень многое. И в первую очередь жизни людей. Причем не только в самолетах, но и в самом здании аэровокзала. Мы встречаем вас в аэропорту и провожаем. Поэтому ошибка, допущенная любым сотрудникам, это равносильно, как доктор в медицине допустит ошибку. Любая ошибка – это заканчивается страданием людей, это смертью людей. Многие сотрудницы встретят свой праздник на работе. Только отмечать его будут не шампанским, а своими улыбками и пожеланиями пассажирам доброго пути. Евгений Коньков, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. А официально Сахалинок поздравили со сцены Чаховцентра. Там в честь праздника прошел концерт, на котором выступили творческие коллективы острова. С приветственной речью к женщинам обратился губернатор Валерий Лимаренко. В этот день хочется вам пожелать самого доброго, самого хорошего, чтобы вы не болели, чтобы вы были любимы и чтобы вы любили. Пожелать вам огромного женского счастья. С праздником вас, дорогие и любимые женщины! Благодарю за то, что есть, за то, что ты со мной и здесь. За красоту природы и зимой. Самые достойные представительницы прекрасного пола получили благодарственные письма от правительства Сахалинской области. На Сахалин прилетели известные иностранные блогеры. Молодые люди снимут на острове первый выпуск нового шоу о путешествиях. Ведущие приехали из теплых стран и сейчас осваиваются в непростом для них климате. А также привыкают к смене часовых поясов. Когда и в каком формате выйдет интересный проект, узнавала Кристина Ким. Эти ребята из жарких стран – Гватемала, Анголы и Алжира – приехали на Сахалин не рассекать по заснеженным склонам горного воздуха. Островной регион – первая точка съемок нового тревел-шоу о России, где блогеры попробуют себя в роли ведущих. Я видела много видео о Сахалине на ютубе. Я под большим впечатлением. Горы, животные, морепродукты. Я люблю это. Мне очень интересно здесь было. Сейчас ребята осваиваются в Южно-Сахалинске. Они уже посетили торговые центры, кафе, рестораны, музеи и кинотеатры. Мы пробовали разные рестораны – японские, корейские. Было очень вкусно, очень классно. Погода хорошая, не прям очень-очень холодно. Название шоу держат в секрете. Ведущие не знали до последнего, что летят на Сахалин. И здесь им не говорят, в какие места они отправятся на съемки. Все это для того, чтобы были неподдельные эмоции. Далекий остров действительно удивил иностранцев. Пожалуйста, Макдональдс. Если смотришь, мне очень обидно, что тут нет Макдональдс. Очень сложно жить без Макдональдса. Нам тоже обидно. Нам тоже обидно. Даже им обидно. Шоу-ведущим предстоит посостязаться между собой. Им придется выходить из привычных образов, попадать в нетипичные ситуации. Например, готовить обед на костре или гоняться на собачьих упряжках. Почувствуют блогеры и в конкурсе «Живая классика». Прочтут на русском языке отрывки произведений академических и современных авторов. Очень важно, что этот проект еще и будет развивать внутренний туризм. С одной стороны, иностранцы увидят, какая интересная Россия. А с другой стороны, мы сами будем наблюдать за этим реалити-шоу и узнавать, какая у нас необыкновенная страна. За лучшее прочтение и самый интересный рассказ о достопримечательностях будут голосовать зрители. Победитель отправится в другой отдаленный уголок России. Кристина Ким, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Депутат Госдумы Георгий Карлов представил общественности Анивского района проект «Госуслуги в каждый дом». Инициатива направлена на информирование о возможностях сайта «Госуслуги». В период борьбы с коронавирусом число дистанционных обращений в органы власти значительно выросло. При этом доля активных пользователей из числа пенсионеров пока невелика. Парламентарий пригласил к участию в информационном проекте волонтеров из Анивы. Общественники идею поддержали. В ходе рабочей поездки по району депутат от Сахалина также посетил Анивскую ЦРБ. Во время пандемии здесь принимали больных с пневмонией и коронавирусом. Для работы с ними медики переоборудовали гинекологическое отделение. Сейчас больница вернулась к привычному режиму работы. Составить портрет своего потенциального туриста и именно ему прислать приглашение в путешествие – все это могут большие данные МТС. Как это работает, показали участникам делового форума «Дальний Восток. Зима открытия», который прошел на Камчатке. Сахалин в числе регионов России, откуда туристы едут посмотреть на вулканы. Еще жители Приморья, Москвы, Хабаровска. При закрытых границах география внутреннего туризма на полуостров выросла до 77 регионов. Портрет камчатского туриста – это мужчина в возрасте до 35 лет, который приезжает в отпуск до двух недель. Каждого гостя увидела во всех подробностях геоаналитика МТС. Большие данные – это та перспектива, которая сегодня является хедлайнером обсуждений на форуме. Несколько компаний представили свои решения. Интересные данные, которые оперативно позволяют нам понимать, сколько туристов, где, каких туристов с точки зрения пола, возраста, профессии, благосостояния, предпочтений и так далее и тому подобное. Зная, кто наш туризм, мы сможем лучше адаптировать наш продукт, а значит быть более привлекательными в этой конкуренции. Как работает Бигдата, можно было увидеть на форуме. Геоаналитика показывает цветом самые популярные места региона. С помощью больших данных можно также сформировать свою целевую аудиторию, просеяв ее через 200 критериев. Это позволит продвигать продукт на своего туриста в любом регионе страны. На Камчатке очень сильное сообщество снегоходчиков, которые на снегоходах катаются. Это мало кто знает на самом деле. А в пересчете на душу населения здесь самое большое проникновение вот этих самых снегоходчиков. Здесь просто рай для них. Значит, на континенте об этом вообще никто не знает. Но это та целевая аудитория, которую можно привлекать. Да, и это та целевая аудитория, которую можно таргетировать за счет больших данных, зная, значит, кто именно увлекается этим способом, где они живут, и дотягиваясь до них с помощью инструментов маркетинга, искусственного интеллекта, значит, привлекая их на Камчатку. Поможет Бигдата МТС регионам и в развитии территории. Понимая масштабы турпотока, интересы путешественников, можно качественно планировать городскую инфраструктуру. Так, на Камчатке власти, узнав реальный поток на Халактырский пляж, дополнительно его благоустроили по праздникам для гостей, запустили автобусы. В 2021 году Камчатка вошла в топ-5 регионов, куда планируют ехать туристы. Губернатор Владимир Солодов предложил разрабатывать на Дальнем Востоке межрегиональные маршруты. Кто в них готов отправиться, как раз и поможет ответить цифра. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Блондинки рулят. Размер имеет значение. На Сахалине поздравили водителей самых больших самосвалов. Надо попадать больше, конечно, работать с оружием серьезней. Бегают быстро, стреляют метко. На Сахалине проходят всероссийские соревнования по биатлону за кубок Анны Багарий. В Сахалинской области стартовала бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Для формирования устойчивого иммунитета прививку необходимо сделать дважды с перерывом в 21 день. Записаться на вакцинацию можно тремя способами. Через портал Госуслуг, через регистратуру поликлиники или по телефону 1 300 добавочный 10. Берегите здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В Углегорском районе с наступающим Международным женским днем поздравили сотрудниц Солнцевского угольного разреза. На предприятии уже много лет трудятся представительницы прекрасной половины человечества. Водительниц карьерных самосвалов чествовали прямо на рабочем месте. Подробности расскажет мой коллега Владимир Ильин. Этот самосвал за раз способен перевести 90 тонн угля. Высота колес у железного монстра более двух метров. Управляет гигантом представительница прекрасной половины человечества. Давайте узнаем, что привело ее на столь необычную работу. Лариса Калидина не может представить свою жизнь без руля. С самого детства уроженку Кузбасса привлекали огромные автомобили. Когда настало время определяться с профессией, долго не думала. Начинала с подработок в такси, после попробовала свои силы на больших грузах. В ее родном городе женщина за рулем самосвала явление привычное. А вот на островах увидеть такую картину доводится нечасто. Сюда Лариса приехала на заработки. Оплата отраслевикам на Сахалине гораздо выше. Многие не верят. Некоторые до сих пор уже 10 лет женщины работают. По крайней мере у нас в Кузбассе. И они это удивляются. Хотя уже много с нами кто работал. Знакомых очень много. Даже здесь наших много. Приезжих. Коллега Лариса Елена Базанова по образованию повар. Однажды женщина решила поменять кастрюли поварешки и ножи на гаечные ключи и рев мотора. Запах солярки оказался ей гораздо ближе аромата приготовленного блюда. А поездка со склона разреза на гигантском монстре приятнее, чем выпечка пирога. Спустя годы женщина ни разу не пожалела о своем решении. Работаю я на самосвале уже 8 лет. Мне работа эта очень нравится. Я ее люблю. Вообще автомобиль это мое. Я все время за рулем. Общий стаж у меня уже 26 лет. И я уже не представляю жизни без автомобиля. Тем более без такого гиганта. Даже в перерывах между вахтами Елена не расстается с рулем. Подрабатывает на малолитражке. Хотя привыкать после карьерного гиганта к легковушке приходится несколько дней. Женщины утверждают, управлять такими махинами не сложно. Современные самосвалы оборудованы по последнему слову техники. Здесь есть гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач. Все как на простой машине. Главное это внимательность и ответственность. А этого сотрудницам солнцевского разреза не занимать. Водители автосвалов HD, работающих вахтовым методом, женские экипажи себя показали с высокой стороны. Они находятся в числе лидеров по перевозке горной массы. Приблизительно около 1 миллиона тонн было перевезено к каждым женским экипажам. Сегодня женщинам устроили небольшой сюрприз. Прямо во время работы они получили поздравления от коллег. Однако, чтобы оставаться лидерами производства, долго простаивать не стоит. Пришло время нажать на газ и продолжить бить рекорды. Владимир Ильин, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. В городском парке областного центра началась подготовка к празднованию Масленицы. В этом году проводы зимы состоятся 14 марта. Традиционно южно-сахалинцев и гостей города в этот день ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Однако, самым ярким моментом станет приготовление блина диаметром 2,5 метра. Мы связались с нашей командой шеф-поваров, которые тоже увлеклись нашей идеей. Специально мы нашли русских мастеров, которые сумели нам изготовить сковороду размером 2,5 метра. Под сковородой мы изготовили гигапечь, в которой будет дрова, будут угли. По расчетам организаторов, на изготовление гиганта уйдет около 4 ведер специального теста. Оно должно быть особенным, чтобы блин не порвался после переворачивания. Такая участь постигла практически всех его предшественников. Готовое изделие планируют разделить на части и угостить всех желающих. Если все получится, то этот блинчик станет самым большим лакомством на Масленицу, приготовленным на Дальнем Востоке. В дошкольных учреждениях областного центра воспитанники готовят подарки для мам и бабушек. Каждый детский сад придумывает свои технологии изготовления сувениров и весенних открыток. Малыши не только своими руками мастерят презенты, но и репетируют слова поздравлений. На предпраздничном занятии в детском саду «Радуга» побывали мои коллеги. Чтобы все листья, стебельки шли вверх и были пышными. Деревянная палочка и гофрированная бумага за несколько минут в руках у малышей превращаются в яркие пышные цветы. Это подарок. С особым трепетом ребята отзываются о тех, кому вручат поделки в Международный женский день. Мама у меня любит цветы, она хорошая. Еще она любит всегда побыть дома. У меня мама самая любимая. Она тоже любит цветы. В детском саду «Радуга» каждое 8 марта дарили открытки. Ребята в старшей группе решили удивить своих мам, поэтому традицию поменяли. Своими руками они сделали цветы гиацинты, которые символизируют приход весны, счастье и любовь. Как раз все то, чем бы хотели поделиться дети со своими мамами и бабушками. Знаете, частично, конечно, я им помогала, но в основном ребята уже молодцы, уже старшая группа, поэтому они делали, старались, конечно, сами. Если кому-то нужна была помощь, то я всегда была рядом. В детском саду к праздникам готовятся основательно. Здесь творческая инициатива ненаказуема. Поделки к празднику приготовили не только старшие ребята, но и все остальные. В каждой группе пройдут утренники, где дети и поздравят мам. Полностью идет утренник, в котором есть и песни, и танцы, и стихи, и сценки, посвященные и мамам, и бабушкам. Родители могут прийти, один человек от семьи, идет дистанция, да, и масочный режим обязательно. По словам администрации города, прийти на утренники могут родители во всех детских садах. Обязательное условие – наличие маски и отсутствие признаков ОРВИ. Количество человек определит руководство учреждения. Мария Кондиус, телекомпания ОТВ. Юные биатлонисты из 13 регионов России приехали на Сахалин, чтобы сразиться за медали на Всероссийском кубке Анны Богалейский мир. На остров приехала и сама двукратная олимпийская чемпионка. Соревнования схожи с Кубком мира и проводятся по аналогичным правилам. Игорь Антипов увидел, насколько метко стреляют и быстро бегают молодые спортсмены. Пробегают круг за кругом быстро. Даже подтаявшая лыжня их не остановила. Снег достаточно плотный. Главное, чтобы на огневом рубеже все мишени закрывали без промахов. Сильнейшие уехали, например, со стороны. Здесь находятся ребята, которые уже не попадают в тот состав. То есть от них ожидать идеальной стрельбы тоже не приходится. Но то, что борются, то, что есть конкуренция, это радует. И увидим, я думаю, что еще интересно. И нули точно должны быть. На Сахалине кубок Анны Богалей проводят в шестой раз. Первый этап совсем недавно прошел в Санкт-Петербурге. Второй принимает Южный Сахалинск. Биатлонисты от 10 до 18 лет состязаются в четырех дисциплинах. Индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования и масс-старт. С винтовкой за плечами доверено пройти маршрут более взрослым спортсменам. Начинающие передвигаются по лыжне налегке. Пятница, день спринта. В категории 2004-2005 нужно пройти 6 километров. На первом рубеже парни стреляют из положения лежа. На втором – стоя. Весь пьедестал почета за Сахалином. Юноши показывают большие скорости, как на трассе. И довольно метко стреляют в цель. Как итог – золото у Романа Демина. Серебро у Филиппа Коломейц. Максим Горин завоевал бронзу. Думал, надо по-любому работать. Все три круга на полную мощь. Лежку получилось стрельнуть без промахов. А стоя у меня не получилось. Зашел на два штрафных круга. На дистанции 4,5 километра соперничают девушки. Вновь все медали оказались застровитянами. Возглавила женский спринт Эльвира Калинская, оставив позади Диану Аладинскую и Марию Бабкину. На лёжке всё закрыло на ноль. А вот в стойке немного просчиталось. Допустила три промаха. Проехала три штрафных круга. И поехала дальше. Что оставались сколько сил. Все потратила. Старалась разложиться по дистанции, чтобы хватило и на последний круг тоже. В субботу биатлонисты возьмут передышку. Соперничество продолжится в воскресенье. И 8 марта. Игорь Антипов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Мистический спектакль о вампировх, выставка, дарующая жизнь и, конечно, кинопремьеры. Как интересно и с пользой провести выходные, расскажет рубрика «Афиша» и её ведущая Кристина Ким. Ей слово. А у меня на этом всё. Всего доброго и хороших выходных. После череды рабочих будней наступают долгожданные выходные. Впереди 8 марта, праздник весны и милых дам. Не забудьте поздравить любимых женщин. А рубрика «Афиша» и я, Кристина Ким, подскажем, как провести ближайшие три дня весело и активно. Мистический спектакль для взрослых звучит интригующе. А если он ещё и о вампирах, вдвойне интереснее. Сахалинский театр «Кукол» в эти выходные 6 и 7 марта покажет мюзикл «Дракула». Сюжет вас по-настоящему удивит и рассмешит. Это история о румынском графе, жаждущем крови и новых эмоций. За этим он и отправляется в Англию. Центр русского декоративно-прикладного искусства на краю земли предлагает посмотреть, как образ женщины отражается в народном творчестве. В экспозиции «Дарующая жизнь» можно увидеть больше 70 экспонатов с 19 по 21 век. Это вышивки, фарфоровые фигурки и лаковые миниатюры. Кинотеатры радуют очередной премьерой. В этот раз на экранах фильм «Белый снег». Сюжет основан на реальных событиях. Российская спортсменка Елена Вяльбе в 1997 году забрала все золотые медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Эта картина по-настоящему мотивирует женщин верить в себя и знать, что понятие «слабый пол» никак к ним не относится. Тяжело будет. Я готова. Как видите, руководство страны ждет от нас только побед. И мы, конечно же, не подведем. 6, 7 и 8 марта победа устраивает мастер-классы. Детям 6 лет и старше предлагают смастерить красивый и очень нужный подарок для дорогих мам – фартук. Ребятам от 10 лет предстоит сделать оригинальные открытки. А в историческом парке «Россия. Моя история» юных сахалинцев познакомят с судьбами великих и выдающихся женщин. Школьникам расскажут, как жили королевские особы в 10-19 веках, когда и почему появился Международный женский день. Записаться на мероприятие советуем заранее. Проведите выходные с пользой и удовольствием. Софиши познакомила Кристина Ким. До встречи. Милые дамы, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот весенний праздник всегда наполнен особой нежностью и красотой. Да и как иначе, ведь вы, дорогие женщины, символ любви и совершенства. Желаю вам крепкого здоровья, любви, благополучия. И будьте счастливы! Нам важно мнение каждого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!